Всем привет! В эфире программа для тех, кому все интересно. Если вы давно не попадали в просак, если вы не знаете, почему, так говорят, попадают в сложную ситуацию, то почаще смотрите нашу программу, в которой сначала запутают, а потом все объяснят. Именно так мы и сделали. Вы же тоже сейчас ломаете голову над тем, что такое просак. Сейчас все объясним. Просак никак не связан с просом, с зерном. И это не тот, кто чего-то просит. Просак – это опасный станок для кручения веревок, попав в который, можно было получить травму. Отсюда и пошло выражение – попасть в просак. Не попадайте в просак, будьте осторожны. Продолжим? Но сначала капелька интриги. Три сложных анонса, которые следует разгадать. Лекарь родом из Террасполя. Круговорот воды в... То ли рептилии, то ли пернаты. Лекарь родом из Террасполя. Ну, кто его не знает? Я. Это же Склифосовский. Знаменитый врач. В честь него даже назван Институт скорой помощи. И сериал об институте. Да, но только есть одна маленькая поправка. Склифосовский родом не из Террасполя, а из Дзержинского. А это где? Село за Дубосарами. Оно, кстати, названо в честь одного чекиста. А что такое чекист? Чрезвычайная комиссия, созданная для того, чтобы бороться с теми, кто против революции. А Феликс Эдмудович – ее основатель. Начали с врача, закончили революцией. А кто тогда из Террасполя? Надо думать. Ученый Зелинский изобрел противогаз. Да, только он химик, а не лекарь. Есть еще Чехов лекарь. Но он не из Террасполя. Тогда тупик. О, нужно имя терраспольского участкового терапевта. Ничем не могу помочь. Ну, просто я редко болею. Терраспольский медицинский колледж имени Тарасевича. Здесь учатся будущие медсестры и фельдшеры. Кто такой Тарасевич, знает каждый из них. Во-первых, потому что он был известным врачом. А во-вторых, нашим соотечественником. Выдающийся российский и советский иммунолог, эпидемиолог и микробиолог, патолог, доктор медицины, профессор, академик всеукраинской академии наук. Герой труда Лев Александрович Тарасевич родился в городе Террасполе 14 февраля 1868 года. В 1891 году он окончил Новороссийский университет в Одессе, а спустя шесть лет – Парижский университет. Лев Александрович был другом и лучшим учеником ученого-биолога с мировым именем – Ильи Ильича Мечникова. В самом начале 20 века они вместе работали в Институте Пастера в Париже. Но до этого Лев Александрович был приват-доцентом. Затем стал профессором медицинского факультета Московского университета и одновременно заведующим кафедрой микробиологии высших женских курсов. А еще преподавал в Народном университете. В 1911 году в разгар бушующей в Калмыкии эпидемии туберкулеза и чумы Тарасевич и Мечников отправились в самый очаг заболевания. Несмотря на физическую усталость, не щадя себя, ученый отдавал все свободные минуты отдыха лечению больных калмыков. С 1914 года Тарасевич, как член военно-санитарной комиссии, становится главным инспектором военно-санитарных поездов Российской империи. В годы Первой мировой войны он боролся с болезнями, которые могли стать причиной эпидемии, и добился проведения вакцинации военнослужащих против брюшного тифа и холеры. При этом ученый доказывал, что необходимо вакцинировать все население. Сегодня единственно доступные вакцины от туберкулеза БЦЖ прививают каждого новорожденного. Население массово вакцинировано, и сегодня туберкулез побежден. Это заслуга Льва Александровича Тарасевича. При его участии разрабатывались вакцины для профилактики дизентерии, холеры и брюшного тифа. Как организатор здравоохранения и медицинской науки он сделал главное – основал систему государственного надзора за качеством вакцин и сывороток в России. А еще ученый написал более ста научных работ. Лев Александрович долгое время был директором Государственного института народного здравоохранения имени Луи Пастера. Задачей института был контроль качества бактериальных препаратов и апробация новых вакцин и сывороток. После смерти Тарасевича институту присвоили его имя. Благодаря Льву Александровичу у человека появился шанс уберечься от большинства опасных для жизни инфекций. Если бы не медучилище, мы бы даже не узнали, что был такой человек. И что он наш земляк. И вообще наша земля богата на таланты. Константин Гидройц. Уроженец города Бендеры. Российский и советский почвовед-агрохимик. По-новому осветил вопросы происхождения почв, создал много новых методов химического анализа. Антон Рубинштейн. Родился в деревне Выхватинцы, ныне находящейся в Рыбинском районе. Русский пианист, композитор, дирижер. Общественный деятель. Лев Берг. Бендерчанин. Является основоположником ландшафтоведения. Считается создателем современной физической географии. Его работы используются до сих пор. Михаил Лорионов. Тираспольчанин. Известный во всем мире русский художник. Один из основоположников русского авангарда. Яким Гросул. Родом из села Карагаш Слободейского района. Это советский историк, специалист по новой и новейшей истории Молдавии. Академик и первый президент Молдавской академии наук. Надо обновить списки гений в 21 века. Ребята, старайтесь. А вот второй анонс из природоведения. Географии. Ну да, круговорот воды в... в чем? В природе. Мы об этом все слышали. Или в бассейне. Вода же в нем тоже по кругу ходит. Поднимается по трубам вверх, потом выливается фонтаном и по новой. Ну вот и все я объяснил. Теперь анонс будет неинтересно смотреть. Спойлер. Джеймс Кинг – король стиральных машинок. Благодаря его изобретению, у мам всего мира появилось чуточку больше свободного времени. До появления стиральных машин стирка отнимала много времени и сил. Чтобы облегчить труд, применялись подручные средства. Например, валек. Небольшая деревянная лопатка. Ей валяли выстиранное белье на камне на берегу реки. Валеки украшали резьбой, так как зачастую это были подарки от женихов. Современные невесты вздрогнули бы. В 20 веке вовсю пользовались стиральными досками. А моряки были еще теми оригиналами. Они намыленные вещи привязывали к веревке и опускали их за борт во время движения корабля. Интересно, сколько брюк и рубах было утоплено во время таких пастерушек? А первая в мире платная прачечная открылась в Калифорнии в 1851-м. На золотых приисках. Это был громоздкий стиральный аппарат, который в действие приводили запряженные мулы. Правда, обстирал такой аппарат не больше 20 рубах за раз. Маловато будет. В этом же году американец Джеймс Кинг запатентовал первое стиральное устройство на ручном приводе. И это был прорыв. Женщины ликовали, да и моряки тоже. Машина представляла собой два цилиндра, один из которых с множеством отверстий вращался внутри второго. Так создавался эффект взаимного движения воды и одежды. Конечно, стиральная машина Кинга была полностью на ручном приводе. Однако, она произвела настоящую революцию. На основе этого стирального устройства были созданы и другие. Уже в 1875 году другой изобретатель Уильям Блэкстоун наладил первое массовое производство мечты хозяек – стиральных машин. А на основе маслобойки в 1900 году немец Карл Милли создал собственный вариант стиральной машины, который весьма радостно приняли в Европе. Следующий поворотный момент в истории стиральных машин произошел в 1949 году. Именно тогда достоянием домохозяек стали первые машины-автоматы. Они стали гораздо самостоятельнее. Количество новых функций росло, как на дрожжах. Чего только стоила программа отжима. Понять это могут только домохозяйки. Попробуй руками отжать, к примеру, пять наволочек, простыней и пододеяльников. А в 1990-е появились стиральные машины, которые выполняли полный автоматический цикл стирки в различных режимах, определенных пользователям. Хочешь – длинная стирка для белого на высоких температурах, а хочешь – короткая на низких. Вода сама греется, белье ополаскивается и отжимается. Мечты сбылись. И с этого момента мамы стали спокойнее относиться к испачканным с ног до головы детям. Еще бы, ведь в доме появился робот-прачка и немножко свободного времени, которое мама с удовольствием потратит на просмотр нашей передачи. И вовсе не спойлер. Ну как, было интересно? Очень, это же история про первого робота. Ну, не совсем. Ну как, сейчас машинка все сама делает и стирает по заданной программе, и даже издает звуки в конце. Да, примерно такие. Слава Джеймсу Кингу. Анонс третий. То ли рептилии, то ли пернатые. Что-то между? Наверное. То ли змея, то ли птица или ящерица. С перьями? А может, птица с чешуей? Ни того, ни другого не бывает. А может быть, змея, которая летает, и птица, которая ползает? И этого не бывает. А что бывает? Но кто из нас в детстве не мечтал запустить воздушного змея и с восторгом наблюдать, как он потихоньку, поднимаясь с земли, взмывает в небо? Но, как оказалось, с возрастом эта мечта не проходит, и взрослые тети и дяди, и даже очень почтенные дедушки собрались вместе на берегу Нижнего Царицынского пруда и организовали фестиваль. Первый фестиваль «Пестрое небо» состоялся в далеком 2003 году. С тех пор он проходит дважды в год, каждую весну и осень. Фестиваль «Пестрое небо» получил свое название не случайно. Во время его проведения небо над усадьбой Царицына играет самыми яркими красками. Над головами гостей развиваются десятки воздушных змеев разных расцветок и размеров. Участники могут купить воздушного змея у организаторов, но мне кажется гораздо интереснее сделать его своими руками тут же, на мастер-классе. Организатор подскажет, как сделать игрушку таким образом, чтобы она легко парила в воздухе и научит управлять ею. Все необходимые материалы выдадут на месте. Ну, конечно же, самая интересная, долгожданная и красочная часть программы «Пестрого неба» — это запуск змеев. Все ждут сильного ветра и в небо поднимаются приготовленные организаторами летательные аппараты внушающих размеров. Многие приезжают на фестиваль именно для того, чтобы посмотреть на огромных воздушных змеев в форме китов, сов, ящериц, осьминогов и других существ. Тут можно увидеть настоящий воздушный зоопарк. Гвоздь программы — запуск одного из самых больших в России воздушных змеев. Кита длиной в 30 метров. Ближе к вечеру можно поучаствовать в сражениях на воздушных змеях. Это традиционный японский ритуал, для которого используют не обычных, а специальных змеев под названием рокаку. А вот сад ветров — это инсталляция из ленты флагов, которые приходят в движение при дуновении ветра. Соорудить такой под силу и нам. А ведь про летающих змей мы говорили. Да, только теперь воздушного змея в небе не найти. Он занесен в Красную книгу, как редкий вид. А, жаль. Надо восстановить его популяцию. Может, и нам фестиваль устроить? Да, надеюсь, наши идеи подхватят. А с вами были ведущие Ира и Артем. Смотрите нас в эфире и на ютубе. До скорых встреч! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова